Великой женщине Кого пригласили на торжественный прием? Судьба Конституции решена, ЦИК утвердил итоги референдума «Сколько за и против». В 1998 году в Бобруйске открыт памятник, посвященный памяти солдат. Музей в телефоне. Бобруйский школьник стал автором исторического проекта, о чем мечтает поколение Z. А также заслуженные награды, запрещенные добавки и автоматические субтитры. В Инстаграм появится новая функция. Гордость нации. Президент вручил госнаграды заслуженным людям страны. На дворец независимости традиционно пригласили представителей разных профессий. В преддверии 8 марта особенно много в зале женщин, которым приходится совмещать работу и заботу о доме и семье. Многие наравне с мужчинами несут военную службу, проводят сложные операции и ответственны за воспитание нового поколения. Женщина из паков веков у любого народа, в любой культуре была в центре мироздания. Поэтому в нашей стране такое трепетное отношение к мамам, женам, сестрам, дочерям, а также к семье и детям, ну и просто к любимым. И это одна из основ, я бы даже сказал, фундаментальная опора нашего общества. И этот фундамент мы забетонировали в новой конституции нашей страны. Мы отстаивали и будем отстаивать свои традиции, как это сделали, приняв конституцию. Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство. Вы должны знать, что самое ценное для меня, как президента, это вы и ваши дети. И я знаю, что эти дети должны жить в мирной стране и под мирным, светлым небом. Символично в канун Дня белорусской милиции наград удостоены и наши защитники. Как подчеркнул Александр Лукашенко, нет почетнее профессии, чем защищать родину, служить стране и своему народу. На главного праздника весны пять дней. Пока мужчины штурмуют магазины в поиске подарка, женщины получают цветы от Александра Студнева. Торжественный прием в честь 8 марта прошел в Театре драмы и комедии. Приглашение получили сразу 12 прекрасных дам. Торжество любви, мечты и красоты, олицетворение весны и новых надежд – все это про 8 марта. И хоть день Икс для миллионов мужчин еще не наступил, в Бобруйске уже начали чествовать прекрасных дам. По сложившейся традиции, первым эстафету поздравлений принимает мэр города. Именно от вас сегодня зависит настроение наше, от вас сегодня зависит в том числе и погода в доме и на работе. И за это вам огромное спасибо, за то, что вы растите наших детей и воспитываете достойную нашу молодежь. Милые, кроткие, любящие, заботливые, деловые и амбициозные. На прием к Александру Студневу приглашены 12 дам, представительницы различных сфер деятельности – медицины, образования, культуры и промышленности. Все они доказали – успешными можно быть на всех фронтах – и в семейной жизни, и в профессии. Если честно, на таких мероприятиях я еще никогда не присутствовала. Я в восторге. Очень было интересно и приятно пообщаться с председателем Бобруйского расходового комитета. И приятно, что о нас позаботились, устроили такой замечательный праздник, такой концерт шикарный. Это большая честь оказаться на таком масштабном мероприятии. Хотелось бы поблагодарить всех. Сейчас весна, все вокруг расцветает, расцветают и наши женщины. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Без должного внимания на приеме не остается ни одна женщина. Ведущие рассказывают о профессиональных и творческих успехах милых дам. Звучат искренние поздравления и слова благодарности за созидательный труд, любовь и душевную щедрость. После здесь демонстрируют модные коллекции верхней одежды от белорусских производителей. Современные девушки удивительным образом сочетают женственность, хрупкость и силу. Среди таких Алина Найдун, талантливый педагог по классу фортепиано детской школы искусств. Жизнерадостная, полная оптимизма и любви к жизни. Ее ученики – победители престижных музыкальных конкурсов. На их счету 29 дипломов за год. Очень радостно присутствовать здесь. Очень понравилось выступление всех музыкантов. Очень яркие выступления были деток. Видно работа профессионалов. Прекрасный праздник получился сегодня. Очень рада была присутствовать именно сегодня здесь. В этот день все исключительно для них. С пустыми руками не уходит ни одна женщина. Цветы, памятные подарки и приятный сюрприз. Билеты на праздничный концерт Алены Ланской и театральную постановку. В преддверии этого замечательного весеннего праздника, конечно, хочется поздравить всех наших замечательных женщин с этим весенним праздником. Желать им крепкого здоровья, благополучия. Самое главное – теплого весеннего настроения. И чтобы был порядок в доме, в семье. Замечательные наши, красивые, любимые женщины. Тепла, улюта и любви. С праздником вас, дорогие наши. В преддверии праздника женщины чуть больше обычного ждут сюрпризов от своих мужчин. Надеюсь на настоящее чудо. Но формула волшебства давно известна. Внимание, цветы и подарки должны быть не только 8 марта, а круглый год. Ведь восьмерка – это всего лишь перевернутый знак бесконечности. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Центр избиркома утвердил итоги электоральной кампании. За выступили 82,86%. ЦИК Беларуси единогласно признал референдум состоявшимся. Об этом заявили и наблюдатели, которые работали в стране. Это миссии от СНГ, ШОС, национальные. Все они в своих отчетах отметили открытость политической кампании и активность белорусов. Поправки в основной документ страны поддержали 4 млн 440 тысяч 830 человек. Это выше 65% от внесенных в списки. Против принятия изменений проголосовали 12,78% граждан. Дополнительные кассы, новая функция и весенний комплимент. Белпочта проводит акцию в преддверии женского дня. Как порадовать любимых? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Госстандарт обнаружил запрещенные добавки в некоторых популярных продуктах. С 8 марта они должны исчезнуть с прилавков белорусских магазинов. Среди них подсолнечное масло «Маслуша» и кралососевая жемчужина Камчатки, кондитерские изделия «Ванюшкины сладости» и какао-порошок «Стандарт». ГАИ усилит контроль за нетрезвыми водителями, пешеходами и велосипедистами с 4 по 9 марта. В эти дни прибегнут к практике обмена экипажами между соседними районами. К рейдам по всей Беларуси подключатся и наряды спецподразделения ДПС «Стрела». В 2022-м за управление транспортом в состоянии опьянения задержано более 2300 автомобилистов. БелЖД открыла дополнительные кассы для продажи билетов на поезда. Напомним, ранее стали наблюдаться проблемы с приобретением электронных квитков из-за сбоя. Сейчас ведутся работы по устранению неполадок. Однако, когда система будет восстановлена, пока неизвестно. Белпочта проводит акцию «Весенний комплимент». Любой желающий может отправить бесплатную открытку с поздравлением любимой женщине, маме или бабушке. В Бобруйске к республиканскому движению подключилось центральное отделение на Минской, 21. Здесь выслать карточку можно в пятницу и субботу с 11 до 12 часов. В Инстаграм появятся автоматические субтитры для видео в ленте. Они будут работать на 17 языках, в том числе на русском, английском, испанском, французском и немецком. Вскоре этот список пополнится. При этом пользователи сами смогут включать и отключать новую функцию. Технологии памяти. Бобруйский школьник стал автором исторического проекта. Богдан Баташев снимает и монтирует ролики про военные экспонаты. О чем мечтает юный блогер, знает Ольга Васенда. В 1998 году в Бобруйске открыт памятник, посвященный памяти солдат, погибших при исполнении служебного долга за пределами Беларуси в мирное время. Со своим смартфоном Богдан Баташев буквально не расстается. Однако времяпровождению в соцсетях школьник предпочел собственный проект. В короткометражных роликах, которые сам снимает и монтирует, рассказывает о местах боевой славы и событиях в Великой Отечественной. Мы решили сделать это в таком формате, как музей в телефоне, и рассказывать это на доступном языке для детей. Про отдельные экспонаты. Что у нас получается сюжет не более трех минут, за исключением каких-либо спецвыпусков. Идея создания проекта родилась в Центре доп. образования детей и молодежи. На базе учреждения основан музей боевой славы 5-й гвардейской танковой армии. Здесь представлены винтовка Мосина, каски, фляжки, санитарная сумка и даже личные вещи генерал-лейтенанта Гришина. Мы идем от обратного. Главное правило музея – это не трогать экспонаты руками. В то время как Богдан на своих экскурсиях, рассказывая о различных экспонатах, их можно померить, посмотреть. Это, конечно, дает огромный плюс. Более эмоционально доходят события давно ушедших времен. Всего в этом музее свыше 100 экспонатов. Нашло здесь место и панораме одного из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны под Прохоровкой. Произошла битва в ходе Курской оборонительной операции. Эта пушка 1942-го – один из самых излюбленных экспонатов музея. Несмотря на свою небольшую пробивную способность, в годы войны использовалась как в условиях городского, так и полевого боя. Посетить музей можно со вторника по субботу. Главное – предварительно записаться. Сами ролики размещены в социальных сетях учреждения. Ну а Богдан Баташев мечтает о мобильном приложении, где будет собран весь его контент. Ведь подвиги прошлого, уверен парень, живут благодаря воспоминаниям. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. От керамических пожарных машин до безопасных комиксов в Бобруйске подвели итоги городского этапа конкурса «Спасатели глазами детей». На базе первой пожарной части развернулась настоящая арт-галерея. В экспозиции свыше 200 работ. Тематика – служба в МЧС. Все поделки абсолютно разные, но объединяет их одно – последствия беспечности и неосторожного обращения с огнем. В первую очередь привлечь детское внимание к вопросам безопасности. Ну и в процессе подготовки дети, естественно, изучают, как деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям, чем занимаются. Ну и изучают вопросы пожарной безопасности. В дальнейшем это в жизни пригодится. Участие в конкурсе приняли школьники из Бобруйска и района. Лучшая работа отправится на областной этап. Победителей выберут 25 марта. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!